И когда я оглядываюсь на эти 20 лет, я... Я очень хорошо понимаю, что моя жизнь похожа на происходящее со всеми нами. Ты приходишь в этот мир, с тобой происходит много всякого и разного, и кажется, будто это все случайные события, не связанные между собой. Ну, сейчас происходит это, потом бывает вот это, сегодня случилось вот это. Но, оглянувшись, видишь все словно путешествие от одной точки к другой. Изумительно синхронные события, ведущие нас в неком определенном направлении, если мы готовы идти вперед. Если мы не идем вперед, мы бежим на месте, как это делает большая часть человечества, поскольку система устроена таким образом. Потом я пошел в политику, в так называемую партию зеленых. Я увидел политику изнутри, насколько это всего лишь игра, какое значение в ней придается человеческой жизни, как люди, что лезли друг на друга с кулаками на публике, вели себя за кулисами совершенно иначе. И тут, в том же году, или сразу после него, в 1991-м, я полетел в Перу, подчиняясь внезапному порыву. И это привело меня к исключительному опыту, пережитому на горе в Перу, рядом с этим местом. Это Сильюстани, недалеко от места под названием Пуна в Южном Перу. Где-то там, за краем снимка, на этой горе, когда энергия врывалась через макушку на моей голове, и меня трясло, словно я влез в электрощит, примерно около часа. И после этого все изменилось. Словно в моей голове прорвало дамбу. И после этого вдруг идеи, информация, образы широким потоком полились в мой разум. Я всего лишь смотрел на мир под совершенно другим углом и задавал большие вопросы. Кто мы такие? Где мы находимся? Почему мир такой, какой он есть? И с того момента... Словно кто-то начал передавать мне кусочки головоломки вовремя и к месту до невероятности. Один из, если хотите, психических контактов, произошедших при участии Бэтт и Шайн, сообщал в 1990-м. Случится так, что он заговорит и удивится, откуда взял такое. И это будет нашими словами. В другой раз было сказано, знания мы вложим в его разум, в другое время к знанию укажут ему путь. И именно так с тех пор и происходило. Именно так информация для всех моих книг и лекций и пришла. В следующий раз было сказано, в ревностном поиске нет необходимости, путь уже обозначен, ты должен просто подбирать ключи. Опять. Это было словно какие-то... Какие-то силы передавали мне кусочки головоломки в порядке, наилучшим для их понимания. Когда головоломка начинает складываться, мир выглядит очень, очень по-другому. Когда начинаешь соединять точки между собой, все это потому, что система хочет заставить общество и отдельного человека фокусировать свое внимание на точках для каждого своих. Религии, семье, работе, любимой футбольной команде, да на чем угодно. И нет ничего зазорного в том, чтобы фокусироваться на чем-либо, пока ты не забываешь о боковом зрении и видишь, как твой фокус связан с прочими вещами и событиями. Вот этого система не хочет, она жаждет этого. Фокусировки и отсутствие бокового зрения. Так что пока ты пытаешься бродить по лабиринту под названием «Жизнь», система контроля построена на бесконечных подвохах, в попытках отвлечь внимание, дабы оградить нас от понимания реальности, которая может освободить нас. Именно об этом я хочу поговорить сегодня в первой части. Идея в том, чтобы постоянно сбивать человечество с толку. Как следствие, мы не знаем, где мы находимся, кто мы такие, даже не знаем, что такое реальность. Но когда соединяешь точки, настолько многие из них, как мы увидим сегодня, не имеют на первый взгляд никакой связи с остальными. Когда точки соединяются, загорается свет, и картина проясняется. Это существующий многоуровневый заговор. И он многоуровневый для того, чтобы поработить человечество в обществе, похожим на глобальный концентрационный лагерь. Хитрость в том, чтобы заставить рабов считать себя свободными, поскольку в этом случае они не начнут беспокоиться о своем рабстве. Суть этой программы в следующем. Почти 99% испытуемых принимали правила игры, если им давалось право выбора, несмотря на то, что выбор существовал лишь у них в подсознании. Когда я начинал это путешествие 20 лет назад, я встречал людей, находил документы, натыкался на информацию, получал какой-то новый опыт. Эти несколько первых лет были тем, что я называю уровнем пяти чувств этого заговора. Банковские аферы, полицейское государство, Орловский надзор, атака большого фармацевтического картеля на человеческое тело, иммунную систему человека, провоцируемые войны. А затем, спустя какое-то время, продвигаясь сквозь этот поток, просто следуя ключам, как это было сказано в самом начале, я наткнулся на некую связь рептилий с династиями. управляющими нашей реальностью. И пока мы не уясним целый список тем, показывающих, что представляет собой иллюзия, в которой мы живем, мы не сможем понять ничего о мире, каков он есть, и о том, как работает система контроля. Свобода на уровне, который, как я говорю, мы даже не можем попытаться себе представить, воспринимая с позиции осознания, что мы имели до сих пор, которая может видеть всего лишь мизерную часть того, чем является свобода на самом деле. Даже когда мы всерьез рассуждаем о ней. И мы можем вырваться из этой ситуации, мы можем вырваться из путаницы этой вибрационной тюрьмы, куда нас замуровали. Но чтобы осилить это, как я сказал вначале, мы должны перестать делать то, что завело нас туда. А именно подчинение правилам этого мира в том виде, каким нам его подают. Перестать быть в стаде. Перестать жить в коробке, потому что существует другой путь. Ты был рожден уникальным. Не умирай копией. Но ведь так много людей поступают именно так. Всего лишь потому, что боятся быть не такими, как все. Всего лишь потому, что над ними могут посмеяться. Истина не перестает быть таковой, в зависимости от того, верит в нее большинство людей или нет. Как сказал Ганди, «Даже если ты остался совсем один, правда остается правдой». Поэтому если мы собрались идти этим путем к свободе, в первую очередь нам необходимо освободить наш разум от запрограммированности нашей жизни. Освободить наш разум от верований, которые нам программировали в школах, как истину, буквально обо всем. Школы существуют не для того, чтобы просвещать, а не для того, чтобы программировать в нас определенное восприятие реальности, которое мы несем через всю свою жизнь, оставаясь маленькими доброжелательными рабами. Освободить наш разум от слова из пяти букв, контролирующего этот мир. Страх. Они заманили нас в эти вибрационные ящики, которые называются страх. А еще освободить наш разум более всего от идеи, что мы — это Чарли Джонс или Этли Смит, что мы всего лишь Джоны-простаки, что мы бессильны. Ныне мирные демонстрации в Америке разгоняются причиняющими мучительную боль звуковыми приспособлениями. Продолжается заговор по вживлению микрочипов в население. Небо полно химиотрасс и всякой гадости в них содержащейся. Пища, которую нам продают в магазинах, если мы продолжаем ее покупать, полна химических коктейлей, дестабилизирующих нашу способность здраво рассуждать и оставаться эмоционально стабильными. И на детей это нацелено в первую очередь. А сколько же еще людей продолжают повторять? «Ну и что такого? Что с того?» Чтобы прятать голову в песок, ты должен стоять на коленях. Иначе просто никак не получится. Как же замечательно! Как замечательно быть свободным! Поэтому идея в том, чтобы сделать нас рабами, но чтобы мы продолжали считать себя свободными. И это по-настоящему важная область, не позволяющая нам сосредоточиться на этом и отреагировать. Пока мы смотрим игровые шоу, сплетни о знаменитостях, спорты и прочее, сами по себе они, конечно, безобидны, но пока ты пялишься в ящик, у тебя не работает периферийное боковое зрение, следовательно, ты не видишь, что происходит вокруг. А будущее уже наступило. Не когда-то потом наступит. Будущее уже здесь. А мы должны вместо этой позы встать в эту. И как можно быстрее. И мы можем и сделаем это. Каждый по-своему. Как сказал Мартин Лютер Кинг, ценность человека определяется не тем, что он отстаивает в моменты комфорта и спокойствия, но его позицией во времена испытаний и разногласий. А мы сейчас именно во времена испытаний и разногласий. И мы увидим, из чего блин сделаны, поверьте. Система контроля не хочет, чтобы мы были в курсе того, что эта реальность по своей физической природе, та, которая, как мы думаем, окружает нас, это иллюзия. Нет никакой физической природы. Нет никакого окружающего мира. Все, что я сейчас вижу перед собой, происходит вот здесь. Как говорил американский великий комик Билл Хиггс, замечательный человек. Любая материя — всего лишь энергия, сжатая до состояния медленной вибрации. Мы все одно сознание, субъективно познающее само себя. Смерти нет, жизнь — всего лишь сон, а мы — наше собственное воображение. Мозг можно обмануть так, что он будет видеть вещи, которых на самом деле нет. Это изображения картин, нарисованных на плоской поверхности, ровной дороге или тротуаре. И мозг уверенно оценит их как трехмерные. Это нарисовано на плоскости. И это тоже. Это женское лицо или цветок и бабочка. Очень легко обмануть мозг, дабы он декодировал реальность определенным образом. Например, это человек и его рука. Или это мексиканец, девушка, кустарник и собака. Зависит от того, как вы это декодируете. А система контроля в массовом порядке манипулирует 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, то, как мы декодируем реальность. Следовательно, декодируем так, как это устраивает систему контроля. Как сказал Эйнштейн, реальность — это иллюзия, хотя и довольно убедительная. И убедительная она, поскольку мы живем во вселенной, являющейся виртуальной реальностью. Фантастически расширенной, сверхулучшенной версией гигантской компьютерной игры. И в ближайшей перспективе у нас будут компьютерные игры, когда вы с Тродом определите разницу между этой и той реальностью. Существуют симуляторы рукопашного боя и управления самолетом. В некоторых больницах используют технологию виртуальной реальности во время операции над ожогами пациентов. Они показывают им изображение очень-очень холодных вещей. Мозг декодирует это и охлаждает кожу. Когда вы смотрите на эти продвинутые виртуальные технологии, что они делают? Они просто пользуются тем, как работают наши пять чувств восприятия. Они используют глаза, при помощи особых перчаток используют осязание и прочее, прочее. Они снабжают мозг информацией, цифровой информацией, заставляя его верить в происходящее, которое не происходит. У людей есть, как я называю его, телокомпьютер. Биологический телесный компьютер. Биологический в том смысле, что он не только реагирует на данные, но дает им оценку и принимает соответствующие решения. То, как это делает иммунная система, даже сейчас, пока мы говорим с вами. Стоя здесь или сидя там в зале, мы не говорим себе так, проблема с правой ногой чуть ниже, левее. Нет, она просто делает свое дело, потому что она мыслит. Это биологическая компьютерная система. И основа этой виртуальной реальности — это волна, колебания, вибрирующая энергия. А внутри волны, как вам подтвердят ученые, можно хранить фантастические объемы информации. Вот что и является основной информационной конструкцией этой реальности. Это информация в волновой форме. И я буду называть это понятие в течение всей лекции метафизической вселенной. Когда я говорю о метафизической вселенной, я имею в виду волновой уровень этой вселенной. Происходит декодирование волновой информационной структуры при помощи телесного компьютера, формирующая мир, который, как мы думаем, нас физически окружает. Все это происходит здесь. И это как... Я к этому вернусь через секунду. Почти отражение, гораздо более продвинутое, конечно, беспроводного интернета. Когда ты берешь компьютер и вытаскиваешь беспроводной интернет, всемирную паутину, целую коллективную реальность из небытия на экран в любой точке мира. Так же происходит, когда мы перекодируем вибрационную информацию в электронную информацию, посылаемую в мозг. И мозг декодирует ее, создавая тот самый мир, что нас как бы окружает. Это метафизическая вселенная. И при помощи телесного компьютера она становится миром, который мы воспринимаем как находящийся вне нас самих. Пять чувств — это система декодирования. Самый очевидный пример, конечно, звук. Волна проходит по воздуху, послание мозгу, мозг слышит звук. Звука нет. До тех пор, пока мы его не декодировали, звук — просто волна, пока мы его не расшифровали. Звук существует здесь. То же самое со вкусом. Электрические сигналы, пока мозг не декодировал их. Вот таким образом вы при помощи гипнотизера можете заставить кого-нибудь есть картошку, а чувствовать вкус яблока. Потому что вы имплантируете сюда веру, что это яблоко. Поэтому электрические сигналы с кодом вкуса картошки идут куда надо. Но мозг не считывает его как надо. Он считывает его как вкус яблока. Даже на таком базовом уровне подумайте о возможностях манипулирования тем, как мы видим реальность индивидуально и вместе. Я знаю, он не настоящий. И когда я положу его в рот, вкус внушит мне матрица. Счастье в неведении. То есть мы живем в эквиваленте, как я говорю, очень-очень продвинутом эквиваленте голографического интернета, всемирной паутины. Если вы спросите у кого угодно, что такое интернет, он ответит, ну там, графика, сайты, надписи, разноцветные, все с картинками. Так оно и есть. Но единственное, где интернет существует в данном виде, это на экране. В любом другом случае, это электрические цепи и ничего больше. Если вы спросите у кого угодно, что такое телевидение, вам скажут, что это картинки, движущиеся на экране. Так и есть. Но только там, на экране, телевидение выглядит подобным образом. Иначе это просто электрические цепи. Или иногда, даже, пожалуй, больше времени, это телевизионные частоты, электромагнитные волны. И мы живем в среде, которую я называю космическим интернетом. Где невидимая информация и энергия окружают нас. Я расскажу, откуда они берутся через минуту. И вдруг появляется из ничего на экране. Так же, как эти ребята сидят на улице, ни проводов, ни соединений, и они вытаскивают невидимое на экраны своих ноутбуков. Пять чувств, которые, конечно, как я говорил, компьютерные игры с виртуальной реальностью используют для создания иллюзий, они переводят информацию волновых колебаний, вибрационную, в электрическую информацию, направляемую далее, в мозг, чтобы стать декодированной голографической информацией. Скоро мы обсудим это. Так вот, абсолютно верно, это показано в данной сцене, в «Матрице», где Нео говорит... «Всё нереально. Что есть реальность? И как определить её? Весь набор ощущений зрительных, осязательных, опонятельных — это сигналы рецепторов, электрический импульс, воспринятый мозгом». А если подумать... Ведь люди говорят, каким образом мы сами создаём реальность в собственных головах и всё такое, и видим одну и ту же сцену, одну и ту же машину? Ну, когда вы регистрируетесь в интернете, в Южной Африке, или Австралии, или в Лондоне, или в Америке, где угодно, только не в местах вроде Китая, вы регистрируетесь в той же самой коллективной реальности, что и в любом другом месте мира. Можно выбрать этот сайт, и если вы зашли на данный сайт, парень в Южной Африке мог зайти на этот же сайт, что и вы, и видеть то же самое. Потому что это коллективная реальность. Потом мы решаем для самих себя, нравится ли нам этот сайт, что мы о нём думаем, хочу ли я пойти туда, или вон туда. И вот все мы просто следуем своим вкусам, так же, как когда вы выглядываете из окна и видите оба, один и тот же автомобиль, проезжающий мимо. Мне он может нравиться, кому-то наоборот, но это одна коллективная, общая реальность. А телесный компьютер выводит эту реальность из невидимого состояния видимое, так же, как те ноутбуки. Так что же такое эта вселенная? Это информация. И эта информация, декодирующая информацию, так же, как вы втыкаете компьютерный диск в компьютер, это информация. Другая информация, в виде программы в компьютер, и затем читает информацию на диске. Все мы делаем то же самое. И таким образом мы создаем эту, как нам кажется, существующую вне нас реальность. И мы, так называемые человеческие тела, так же энергетические, не физические, в своей исходной форме. Но когда она приходит через систему декодирования, то становится тем самым миром, который воспринимается нами как внешняя среда. Он только кажется, что он будто бы вне, вне нас самих, уверяю вас, боже мой, я смотрю сюда, все выглядит, как вне меня. Но оно в нас. Мы все создаем его при помощи системы декодирования в наших головах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok